поэтому машина сзади он постоянно нас немножечко оповещает с опозданием я еще наверное минут 15 здесь бы повозился хорошо сейчас закончу тематику на видео и вернусь вот и подведем итоги наш организм всегда приносит нам информацию с небольшим опозданием поэтому даже если вы правильно подобрали нагрузку даже если с вами работал тренер тренер не может чувствовать ваш организм даже если он по всем симптомам и признакам видит что вы еще вполне бодры что все хорошо он все равно не может понять какая система сильно устала какая система еще способна работать потому что не все системы видно в организме и не по всем системам возможно определить истинное состояние гомеостаза организма то есть что происходит внутри поэтому вот как бы надо все таки опираться на свой организм он очень хорошо подскажет и все время знать что если я сейчас чувствую себя отлично хорошо потренировался чувствую что я еще могу заниматься я уже пропотел и даже чувствую небольшую усталость то лучше конечно же прекратить нагрузку и пойти тихонечко в душ принять душ искупаться и будьте уверены вы не промахнетесь а иногда говорят там для результатов нужно тренироваться нам на убой это неправда это все ложь чистейшая это не так потому что истинный тренировочный эффект он достигается за счет накопления камушков сумочки они за счет накопления одного огромного камня за одну тренировку нам нужно в течение года создать вес сумочки кидая в нее по маленькому камушку и это даст нам результат они по большому камню каждую тренировку лучше уходить слегка не доработая в течение 12 тренировок и в конце получить хороший результат чем все 12 отпахать как лошадь и в конечном итоге сжечь все потенциалы организма и де-факто не имея роста этому помните останавливаться нужно немножко раньше чем вы это чувствуете это касается всего это касается тренировки еды общение и так далее даже с человеком общаясь нужно немножечко раньше закончить общение чтобы остался эффект небольшой недосказанности в результате чего вы всегда даже как личность будете интереснее и вообще этот эффект он работает очень хорошо сев за стол стань слегка голодным таким образом у тебя всегда будет присутствовать желание покушать и ты будешь всегда слегка голоден а если мы постоянно хорошо насыщаем организм там наедаемся грубо говоря именно в зараз очень много то со временем организм конечно же начнет болеть начнет уставать система начнут сдавать это может стать хорошим мощным лимитом в вашем развитии вот поэтому сдержанность во всем она она очень полезна то же время это где сдержанность должна быть очень техничной грамотной умной то есть это не значит что я ничего не делаю значит я сдержан я конечно должен постоянно находиться в движении в саморазвитии и при этом все должно быть порционно в этом случае мне очень нравится когда говорят за японскую кухню что у них на кухне практически нет ничего из еды что не помещается в рот это очень классно интересно наткнул меня на интересные мысли что действительно японцы не готовят еду которая не помещается в рот то есть какой смысл создавать огромный гамбургер который нужно грубо говоря открывать свой рот чуть ли не до предела чтобы ставить какой-то кусок себе в рот конечно каждому свое я не противоречу гамбургеру американскому американской итальянской кухне еще какой-то там ни одна кухня конечно не будет в ущербе но мне очень нравится этот принцип съешь столько сколько помещается в ладонь и в рот клади то что помещается в рот они какой-то объект который там тяжело засунуть в рот стать очень интересно когда кушаешь банан наблюдать как люди с легкостью вставляют банан в рот это на самом деле интересно потому что кто знает может быть мы действительно произошли от обезьян или наоборот обезьяны от нас я не утверждаю была ли эволюция или инволюция я конечно сторонник инволюции в том что обезьяны это в прошлом люди которые очень сильно деградировали я не за эволюцию но в то же время каким-то образом наш рот очень серьезно сориентировался на сливы на бананы на финики его размер именно такой какой нужен для того чтобы питаться именно этим типом пищи хотя у нас есть и клыки которые могут рвать но все же мы больше видно по наше по форме нашего рта что мы более фруктовые чем платоядные что если бы мы были платоядные у нас были бы рты огромные как у гиен а у нас рты маленькие соответственно мы больше бананов ели и яблок и слив чем кусков мяса плюс ко всему губы наши намного более мягкие нежные чем губы например у гиен там и так далее которых практически нет там есть у них щеки которые превратились в некое подобие губ таких висячих с боков челюстей у собак но это конечно уже не губы потому что эволюционно они себе эти губы откусывали вместе с плотью которые они потребляли в общем это один из интересных таких пенсиера одна из интересных мыслей которая четко указывает нам на то все таки кто мы такие в общем идея сегодняшней покатушек такова слушайте свое тело и двигаясь предоставьте организму воспользоваться своей генетической памятью не используйте сразу же тот опыт который вам стремятся навязать уже существующие догмы и привычки в залах определенных культурных сообществах и так далее потому что если мы будем следовать уже протоптанными дорогами то мы будем в принципе такими же черно-белыми как и все остальные люди которые следуют по этим путям если мы будем оригинальны то соответственно и мы будем намного более оригинальны чем окружающие нах люди а может быть и талантливые может быть и продуктивнее это конечно же не обязательно так можно помечтать помедитировать на петель поразмышлять вот а мне пора домой я делаю еще кружочек и тихонечко направляюсь дома сегодня немножко поработал на равновесие на роликах поехали домой что я хочу сказать спасибо всем кто досмотрел этот ролик до конца я надеюсь может быть что-то новое вы услышали потому что я сказал это отталкивать на свой опыт занимаюсь я наблюдениями саморазвитием уже 25 лет я пробовал это делать и как говорят психологически духовно и физически разными способами поэтому может быть мои размышления и правила жизни станут для кого-то полезны ну а я возвращаюсь домой всем пока